Всем привет дорогие друзья, с вами канал DTOL и мы продолжаем играть Черепашки Нези Легенды. У нас сегодня очередное экспериментальное видео и я попытаюсь пройти шестую и седьмую главу новой команды, которую я еще не проходил, она будет состоять из трех человек и вот я вам сейчас ее покажу. Так, значит мы пройдем шестую главу и седьмую боссов на харде и у нас будет Донни, Лео и Раф. Почему я их взял, объясню. У Рафа, как вы знаете, у него есть способность контратака, а также он может, что он может? Он может повысить атаку. У Лео у него есть хил и массовая атака, огромный плюс, и у Донни есть огромный плюс, это баф на защиту и также массовая атака. Я надеюсь мы справимся, давайте посмотрим, что из этого выйдет, у нас первая волна. Так, батарейка правда садится, что-то я не включил зарядку. Так. Итак, крэнги начали атаковать нас, и что же мы? Кто будет первый из наших черепашечек? Так, пока что непонятно. Да, мы к серию ударов приняли, и я думаю мы сэкономим способности массовой атаки на вторую волну, потому что, ну как бы первую волну мы и так можем пройти. Обычной атакой. Бам, где 254? Неплохо. Донни, Донни, я думаю стоит повесить щит, да, давайте сразу повесим щит, чтобы было легче, гораздо легче, и сразу же всех на себя стянем, всех стянем на себя, раф спровоцировался, отлично. Так, теперь нам все ни по чем, всего лишь один урон, от веточка на 3000, неплохо, как вы помните, у этой волны нет хила, и в принципе можно спокойно, спокойно их добивать. Бафов вроде они тоже отрицательных, много не могут навесить, а вот вторая волна, конечно же, посерьезнее будет. Смотрите, раф смело, раф его спокойно, практически разнес их один. Так, Донни еще и подлечился, красавчик. Добиваем, все, минус один, осталось их трое, всего трое крэнгов, и еще одного вынесли, 2720, и осталось двое. Ну, я думаю, раф с ними разделает. Смотрите, так, ну может быть одного, одного, может раф не завалит, но ладно. Его завалит Лео, Лео, смотри, мы с полной хпшечкой проходим первую волну, и переходим на вторую. Давайте посмотрим, как же она сейчас пройдет у нас. Ну, мы, я надеюсь, что сейчас получится очень быстро ее пройти, потому что я планирую использовать сразу массовые атаки. Раз, отлично, и давайте рафом, а рафом мы сразу же повысим еще нам атаку, ну чтобы прям, ну уж конкретно уж, прям, чтобы команда была во всеоружии. Отлично, осталось четверо. Я думаю, одна има, ох ты, вот атаку понизил вообще не вовремя, конечно, не вовремя. И что нам теперь делать? Это усложняет задачу, потому что с пониженной атакой, конечно же, мы не можем идти на босса, но как бы нам просто, нас разнесут, и поэтому, я думаю, придется сейчас немножко схитрить и потянуть время. Так, будем атаковать и тратить ходы, потому что, видите, у Лео уже спал баф на атаку, понижение. У Дони сейчас спадет баф. Нет, смотрите, а у Дони не спал. Хорошо, раф атакуют, у раф тоже. Значит, еще один ход точно будет держаться баф на понижение атаки. И, к сожалению, мы с пониженной атакой, блин, подойдем к боссу. Ну что, что из этого выйдет, мы сейчас увидим. Вот, буквально, буквально немножко осталось времени. Это Ирма, который сейчас превратится в крэнга огромного робота. Так. Отлично. У нас пониженная атака, но у нас повышен дефенс, и как бы у нас есть преимущество сейчас. Действительно, у нас есть преимущество. Массовую атаку ему применяют. Немножко хпшки у нас отняли, но вы помните, что у нас есть баф, ой, не баф, у нас есть хил. Лео может подлечиться. Так, раф. К сожалению, баф на щит спал, поэтому, я думаю, сейчас будет уместно вылечить нашу команду. Давайте вылечимся. Вылимся, и с полной хпшкой уже будет гораздо легче, а у противника уже половины нет. Я думаю, с этим боссом-то мы точно должны справиться. Раф, контратака, 2592, и еще периодический урон. Отлично. Так. Ну, это слабо, конечно же, и мощную атаку. Мощную атаку от Лео. Фух. Вот и все. Вот мы и справились. Ну что ж, я могу так вам сказать, и без массовых атак можно пройти этого босса, причем, ну, как бы в легкую. Как вы видите, я тремя героями справляюсь. Это уже не первые три героя, которые смогли одолеть шестого босса. Кто не вел остальных, обязательно посмотрите. Есть на канале. И седьмая глава. И седьмая глава. Фух. И давайте посмотрим, сможем ли мы главного кренга, главного нашего противника, одолеть этим составом. Раф, Лео и Дони. Так, тактика мы тоже придерживаемся. Используем массовую атаку на второй волне. На первой волне мы просто потихоньку их разносим по одиночке. Если вы помните, первая волна здесь с хилом. Каждый из них умеет, есть возможность вылечить своих союзников. Поэтому нужно быть мега и мега аккуратным. Смотрите, ах, у нас еще и провокация. Только его можем. Огромного Йети атаковать. С одного удара не удалось вынести. Да, нам бы сейчас баф на защиту поставить. Ладно, давайте добьем хотя бы минус один. Ух ты, слушайте, даже не справился. Ну, вот теперь точно, что нужно провокацию делать. А это потому, что без нее никак. Так, еще повесили баф на защиту от воздействия. Как я и говорил, Маузер подлечил свою команду. И уже у них, значит, один использовал хил. Уже двое использовали хил. И у них полная хпшка. Вот мы уже здесь. Конечно, они превосходят нас. Так. Я сказал, что каждый противник может хилиться. Я немножко неправильно. Йети не умеют хилить. Они умеют только атаковать. Так, Лео. Лео, ну что же, у нас только по одному есть выбор атаковать. Поэтому ничего не остается. Мы мочим Йети. Маузер. Маузер достается. 1831. Донни. Донни. Давайте, давайте бейсбольный мячик. Да, я думаю, он восстановится до босса. А вот сейчас пора бы выносить этих Йети. Так, еще одному пузану досталось. И хилиться. Да, хилиться, хилиться и хилиться. Еще раз хилиться. Что такое? Зафризил и все. Тихо. А вот, все нормально отлагало. И Раф контратакует. Так, Йети атакуют Рафа. И Раф опять контратака очередная. 1701 урона. Лео. Что будет делать Лео? Лео, Лео. Ну, у нас тоже, опять же, ничего не остается. Только атаковать этого здравяка. Опять лечатся. И опять они лечатся. Ну, сколько можно, а? Раф. 2061 урона. Ну, смотрите, урон, в принципе, они небольшой наносят. Это огромный плюс. Давайте атакуем. Да, никак не удается нам разнести этого Йети. Это ужасно, реально. Во, наконец-то, Раф его добил. Все, у нас осталось 3 хиллера. Я думаю, мы сейчас их добьем. Смотрите, Лео еще одного. Я думаю, дроида этого завали. Да, супер. Осталось двое. Осталось только двое. Раф. Раф еще одного сложил. И Маузер. Осталось только Маузера добить. И все. 1831 урона. Дони. Так, Дони бы, конечно, было бы неплохо использовать щит. Что-то я как-то... Так, мы сразу повысим дамедж, чтобы в следующей волне мы уже были с повышенным дамагом. И Лео. Лео у нас так вот Маузера и победа. Так, смотрите, вторая волна. Вторая волна здесь очень важно не... Ну, как бы, чтобы на нас не повесили много бафов. Отрицательных. Итак, скорость атака у противника выросла. Сейчас нас бросит гранату, скорее всего. Да. И меткость. Ох, как меткость. Вот это не вовремя. Меткость, конечно, совсем не вовремя понизили. Еще одна массовая атака. Да, совсем все не вовремя. Прям вот... И атаку понизили. Все понизили. Смотрите. Только вот дефенс. Единственное... Еще бы и дефенс понизили. И просто был бы беспредел. Давайте вешать защиту. Нужно защиту вешать. Иначе мы сейчас проиграем. Так. Всех провоцируем на Рафа. Концентрируем внимание на нем. Потому что он будет контратаковать у нас. И применяем... Да. Я думаю, самое время массовой атаки. Самое время. Понеслась. Фух. Ну ладно. В принципе, неплохо все сработало. Раф промазал. Ну, поэтому хоть попади. Ну-ка. Да. Поэтому попал. Но не очень сильно. Потому что пониженная атака. И... Ну, как бы эффект не тот. Хорошо. Раф продолжает атаковать. Так. Массовая атака против нас. Держимся. Держимся до последнего. Еще контратака. Промахнулись. Да что ж такое-то, а? Лео. Лео, я думаю, пока что хилы мы не будем использовать. Попытаемся добить. Добить противника. Ага. Смотрите. Лео снял с себя отрицательные бафы. А вот Дони. Дони мы используем массовую атаку. Бэм. Отлично. Осталось трое. Всего трое противников. Это уже значительно облегчает нашу задачу. Все. Все отрицательные бафы спали с нас. Ох ты. Что ж такое-то. А вот защиту понизили. Вообще не в тему. Сейчас бы у Дони, чтобы восстановился бафы. И мы могли бы наложить защиту. Но, к сожалению, по всей видимости, мы уже с боссом. Уже, да. Мы уже с боссом столкнемся. Ничего не поделаешь. Не с самой лучшей формой мы к нему подошли. Я надеюсь, что будет все по-другому. И мы подойдем с полной хпшечкой. Но как-то так. Мы без бафа, без защиты. Ну, короче, все вот как есть. Все как есть. В принципе, он сейчас может нас сложить. Одной массовой атакой. А, смотрите. Левого атакует первый. Но у нас понижена защита. Понижена защита. И это ужасно. Так. Он атакует. Что будет делать? Да. Массовая атака против нас. Ух, как сильно-то, а. Это реально было сильно. Донни. У Донни, к сожалению, восстановится только через три хода защиты. И поэтому нам придется вот в невыигрышном, абсолютно невыигрышном положении. Раф атакует. Я надеюсь, повесит баф. Да. Отлично. Хоть и Раф повесил баф. Это уже хорошо. Будет наноситься периодический урон. Кого? Кого атакует? Лео. Лео атакует. Лео держится. Лео держится. Еще атака. Кого в этот раз? Еще раз по лево. Ай-яй-яй-яй-яй. Как это плохо. Так, у нас осталось двое героев и еще одна атака. Да что ж такое-то, а. Контратак от Рафа. Да, 988. К сожалению, я думал, расклад будет иной. Иной будет расклад. Но, ладно, держимся, держимся. Раф, вся надежда на тебя. Если бы крит, был бы крит. 968 урона. Кого будут атаковать? Он атакует Рафа. Рафа выносит. Остался только Донателло. Донни, вся надежда на тебя. Все только митянники. Ай-яй-яй-яй. Минус одна. Так. И еще. Слушайте, мы сможем атаковать. Я не знаю, возможно, это будет последняя атака. Да. Подлечились. Еще и подлечились. Защита от воздействия. Но, я думаю, это не поможет. Фух. Да. Это обидно. Очень обидно. К сожалению, мы не смогли справиться с этой командой. Хотя, я думаю, при определенных обстоятельствах это можно сделать. Если вам понравилось это видео, и вы хотите посмотреть еще раз, как эта команда, справиться с этой задачей, то пишите об этом в комментариях. А с вами был канал Дитол. Не забывайте подписывать и ставить лайки. Всем спасибо. Пока.